Всем огромный привет! Сейчас вы видите на своих экранах обложку от набора рукодельных омяк от фирмы Панна. Я, честно говоря, не планировала делать никакого отчета, никакого промежуточного. Хотела уже показать отшитую работу в своем рукодельном дневнике, но вынуждена сделать такой отчет. Расскажу по очереди, что да как. Небольшая предыстория. Ну, может быть, для тех, кто не помнит, или для тех, кто только начал смотреть мои видео. Этот хомяк выпускался на канве 18 каунта, но так как здесь участвует бисер, я поменяла канву на 16 каунт. У меня были кусочки, и я с удовольствием ее заменила. Надеюсь на то, что бисер будет ложиться замечательно, и проблем у меня будет минимум. Пока отшивался хомяк, он, кстати, отшивался очень и очень неплохо, достаточно быстро. Я в рукодельном дневнике показывала то, как у меня уже были отшиты без корнюшки, на которых сидит хомяк. И вот сам хомяк пошел, так сказать, весело, задорно, и как бы никаких проблем особых не вызывал. Естественно, были проблемы с глазами, почему-то я как-то их маханула, а сделала одинаковыми. Потом уже присмотрелась. Оказывается, здесь нужно было немножко по-другому крестики, и добавлять еще белый цвет в сам глаз, и немножко форма у них все-таки отличается. Ну, как бы то ни было, я попыталась исправить, и действительно глаза сейчас более-менее так, как на схеме. Но, как вы видите, хомяк сам не закончен. То есть здесь и на ухе есть пробелы, в крестиках и сбоку, и на этом ухе. Почему? Вопрос, почему? А вот почему? Потому что случилось то, чего я и боялась. Из тех ниток, которые были вложены в набор, закончились нитки двух цветов. Во-первых, это четырнадцатый цвет и шестнадцатый цвет. Не смотрите на то, что здесь вот я уже прикрепила какие-то ниточки. На самом деле, все, что осталось, это вот одна ниточка. Я ее специально оставила для того, чтобы можно было ориентироваться вообще, какой цвет мне нужен. И то же самое осталось этого номера. Естественно, я полезла по своим остаткам от наборов панна, так как таких наборов у меня действительно немало. И вышивала их тоже немало. И я наделась, что в остатках я найду эти цвета. Как бы то ни было, цвет шестнадцатый, вот под номером шестнадцать, мне удалось более-менее подобрать. Как мне кажется, ну это вот сейчас из разных наборов, но глядя здесь при солнце, мне кажется, это все-таки близкие цвета. Это, скорее всего, может мне помочь для того, чтобы завершить этот дизайн. Проблема основная возникла у меня с цветом четырнадцатым. Если посмотреть на схему, то вот эти цвета, которые закончились, они как раз вот этим желтым цветом на схеме и выделены. То есть мне еще нужно достаточно много отшить. Вот этот четырнадцатый. Так, нет, это, по-моему, шестнадцатый. Да, вот этот поярче, он шестнадцатый. И здесь еще отшить нужно. И на ушке шестнадцатый цвет отсутствует. Немного, в общем, везде по чуть-чуть, надо сказать, да. И явно той ниточки, которой у меня осталось, ее не хватит. Когда я не смогла найти, потемнее цвет, запуталась в номерах, но это не суть. По-моему, четырнадцатый я никак не могла найти. Мне все время казалось, что что-то близкое, но не то. То нитка поярче, то нитка немножко в другой оттенок. Я боюсь, что я уже замусолила эту нитку таким образом, что мне трудно теперь найти адекватный цвет. Я достала новые наборы, те, которые у меня от панны. Стала по ним искать. Думаю, ну вытащу из нового набора, что теперь делать? Сравнивала, сравнивала. Вот таким образом я пыталась найти. То есть я клала ниточку, натягивала ее, и рядышком другую нитку, скажем, из этого набора, из нового набора. Вот мне все равно казалось, что она чем-то отличается. Хоть небольшим оттеночком, но отличается. И я все время опасалась, что вот его будет, вот это различие будет заметно на самой работе. Поэтому этот хомяк у меня отложился. На какое-то время я его сняла, перешла к котам, участвуя в СП, мои любимые коты. Но у меня остался вопрос. То есть если 16 цветом я более-менее осталась довольна, мне кажется, именно этот оттенок и используется, то 14 нет. У меня вопрос к тем, кто, возможно, отшивал этот набор, или, возможно, он куплен у них и лежит, так сказать, ждет своей очереди. Если есть этот набор, если вы можете посмотреть на эту ниточку, или, может быть, даже вы отшили, и у вас случайным образом осталась ниточка 14 номера, на палеточке она 14 идет, то у меня к вам большая просьба выслать мне вот этот остаточек. Возможно, мне его хватит. Если это ниточка или две, я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы закончить эту картинку. Поскольку сейчас у меня хомяк грустит, он никак не может завершиться, и мне грустно вместе с ним. Ну, вот я надеюсь, что, может быть, даже с помощью рукодельного YouTube мне удастся выбраться из этой ситуации. Спасибо вам большое, что вы послушали мои стенания и страдания. Если даже кто-то отзовется на мой призыв, я буду очень-очень счастлива и признательна. Спасибо всем большое, прекрасного рукодельного настроения и до новых видео. Пока!